Здравствуйте! У нас был сюжет, посвященный кленам. Тогда мы получили очень много откликов и упрек, что как-то поверхностно осветили эту тему. Мы решили исправиться, и сегодняшний сюжет весь посвящен листопадному дереву и семейству кленовых – клену и синилистному, и его сорта. В литературе этот клен можно встретить не только под названием «синилистный». Его называют американским или калифорнийским. Как следует из названия, родом он из Северной Америки. Там он встречается на тяжелых глинистых почвах в долинах рек. Имеет репутацию декоративного, неприхотливого и быстро растущего растения. Вспомните его изящный лист, похожий на ясень, а молодые побеги. Они оливково-зеленого цвета с небольшим сизым налетом. Растение действительно очень декоративно и неприхотливо. За эти и другие его качества его везли в Европу еще в 17 веке. Немного позднее, в конце 18 столетия, он появился и в нашем ботаническом саду. А в период советской России его активно и повсеместно использовали в озеленении городов. Но, как и с многими другими интродуцентами, что-то пошло не так. Клен показал себя идеальным растением для городских условий. Он рос в условиях перегрева и промерзания почвы, загазованности, крошечные пространства, оставленные для него на заасфальтированных улицах, также не смущало растение. И все было хорошо, если бы изначально учли его условия образовывать большое количество порослей и его большой обильный самосев. В результате кленосильный листный вышел за пределы отводимой ему территории в городах и начал активно внедряться в природные экосистемы. На сегодняшний день его можно встретить в пойменных лесах Волги и Урала. Дошел до Иркутска и Верхоянска. И никакие морозы его не смущают. Зимостойкость этого растения сильно увеличивается с возрастом. Чем старше растение, тем более она зимостойка. Подмерзают обычно лишь молодые саженцы. И все бы ничего. Но кленосильный не просто становится еще одним растением в наших лесах. Он достаточно активно и агрессивно вытесняет мясные виды. Этому благоприятствует и ранее вступление в стадию плодоношения, и быстрая смена поколений, и особенность корней и опавшей листвы выделяет токсины, способные тормозить рост других растений. На сегодняшний день кленосильный внесен в Черную книгу России, как древесное растение, представляющее угрозу биологическому разнообразию. Можно долго вести дискуссию об американском клене и о целесообразности применения его в городском озеленении. К единому мнению прийти будет сложно. Но думаю, что коллеги со мной согласятся, что все вышесказанное касается видового клена и не касается его сортов. Хотя, хотя немного жаль. Мне бы хотелось посмотреть на фламинго или другие сорта этого клена, активно заселяющие наши дворы, и может быть даже леса. Да, клен и сине-листный фламинго может стать украшением не только частного участка, но и любого сквера или парка. Благодаря компактным размерам он подойдет и для совсем небольших участков. Клен поистине великолепен. Сложный лист имеет белокремовое окаймление. Это делает крону воздушной. А весной, пока лист еще молодой, он имеет нежный розовый оттенок. Между прочим, ближе к осени белые полоски тоже приобретают розоватые тона. Именно за эту особенность сорт получил название фламинго. Или еще один сорт адесаном. У этого дерева тоже красивая яркая краска. Бронзовая при распускании, а затем лимонно-желтая. Барон. Больше подойдет для городского озеленения. У этого сорта компактная крона и он не образует семян. Я очень надеюсь, что когда-нибудь мы сможем предложить нашим покупателям еще один удивительный сорт из синелистного клена. Элеганс. Лист у этого сорта более мелкий и слегка завернут. Изящество добавляет желтовато-белое окаямление. По требованиям к условиям сорта ничем не отличается от своего рода начальника. Почти любые почвы. Растение устойчиво как засухе, так и временному подтоплению. Также клены крайне светолюбивы. Особенно это касается сортов желтой окраски. Также как и видовой клен, темостойкость сильно повышается с возрастом. Молодые экземпляры в бесснежные ветреные зимы могут сильно подмерзать. А если у вас пистеролистные сорта, то советуем посмотреть ролик о вариагатности. Ссылка будет внизу в описании. Там мы постарались рассказать о природе явления и отличительных особенностях таких растений. Единственное, что кардинально отличает сорта от вида, это то, что сортовые синелистные клены не агрессивны. На этом все. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, не забывайте про палец вверх. Удачи!